Здравствуйте, меня зовут Павел Петраченко, я темлит в компании Huawei. Ну и я буду рассказывать, сначала расскажу некую ретроспективу того, как развивались контент-ассистенты в принципе, расскажу о том, что является майн-стримом сейчас, и чуть-чуть приоткрою некую завесу на тему того, а что можно ожидать, какое возможное развитие этого всего в будущем, куда оно может пойти, ну, по крайней мере, на наш взгляд, внутри нашей команды Huawei, ибо Huawei компания большая, и взгляды есть в ней разные. Ладно, начнем. Ну, собственно, первый вопрос – это, что же такое контент-ассистент? Ну и на самом деле практически все, что вы видите в современных IDE-шках, можно назвать контент-ассистентами. То есть, например, кодикомплишн, это вот здесь в самом верхнем примере, который подсказывает вам, а что вы можете дописать тут дальше. Всяческая валидация, которая может вам сказать о том, что, возможно, здесь у вас вот есть код, который, вероятно, является ошибкой, и предложить его поправить. И разнообразные, например, квикфиксы, которые предлагают вам некие автоматические изменения, которые могут помочь вам улучшить ваш код. Таким образом, на самом-то деле, в принципе, поле применения контент-ассистентов разного сорта, оно огромное. И, в принципе, они с нами уже, там, условно, больше 20 лет, когда первые инструменты такого сорта появились, там, условно, в каком-нибудь 98-м, 97-м году. И, казалось бы, в этой области уже мало что можно изменить, но где-то в районе 2010-х годов появилось такое течение, как «умные контент-ассистенты», где под словом «умные» обычно подразумевается некое применение машинного обучения. От этой области, ну, так как ML, в принципе, последние лет 12 на огромном хайпе, то ожидания от этой области огромны. Что получилось? Ну, вот сейчас посмотрим. Ну, собственно, первый контент-ассистент, который можно было назвать «умным», хотя бы в кавычках, это были клипс-коды рекомендерс. Они вышли, условно, в 2011-2012. Идея была достаточно, ну, как бы, тривиальная и, в общем, очень понятная. Давайте насобираем статистику, какие кусочки API часто применяются, с какими другими кусочками API. Сделаем из этого некоторую вероятностную графовую модельку, и потом будем ранкать контент-пропассалы, которые нам уже предлагает AIDESH, с помощью этой модельки. Честно говоря, по всей логике должно было работать неплохо. И то, что мы пробовали позже, работало неплохо. Но когда я в том самом 2012-м обнаружил клипс-коды рекомендерс в своей клипсочке, я через два часа их выключил. Работали отвратительно. Скорее всего, проблемы были где-то с данными, на которых они обучались. Или с отбором ошибок, или с домен-шифтом. То есть идея была хорошая, должно было работать. На практике в проде, несмотря на то, что хайпали как могли, люди не очень пользовались. Так что эту попытку, наверное, можно считать не очень удачной. Но, тем не менее, 2011-2012 классический ML. Это, наверное, самый такой родоначальник области. Теперь, прошло несколько лет, люди понимали, что нужно куда-то идти дальше. И возникло другое направление. У него есть один известный популярный представитель, который в свое время взлетели. Они не так давно, год-два назад, получили очередной раунд финансирования на 12 миллионов долларов. Представитель этот – израильская компания Кодота. Эти ребята пошли с другой стороны. Они сказали, окей, веб большой, в нем много кода. Давайте намайним по этому вебу, по этим кодовым репозиторий, повторяющиеся кусочки кода, которые являются валидными statement'ами, валидными expression'ами. После этого применим всяческих наколеночных алгоритмов и наколеночных моделек из классического ML для того, чтобы понять ситуации, когда мы их можем вставить в код. И будем предлагать пользователю. Я года три назад смотрел их патенты, и там были такие вещи. Мы импровуем BM25 для кода с помощью того, что мы учитываем границы ST, например. У них таких алгоритмов где-то штук 10. В принципе, это достаточно много хардкода. Это в основном евристики и местами простые модельки. И, в общем-то, ключевое, чем они революционировали индустрию – это две вещи. Первое. Ими было можно пользоваться без отвращения. Иногда они даже помогали. Второе. Они первыми успешно замайнили веб на большие примеры кода, которые можно потом брать и с некоторой адаптацией вставлять. И сделали продуктовое решение, которое оказалось достаточно хорошим, чтобы в него поверили инвесторы. Тем не менее, история этой компании такова, что в 2020-м они получили раунд инвестиций. После этого первое, что они сделали – это купили компанию-конкуренту на совершенно других принципах уже следующего поколения. И теперь они называются TAP9. Собственно, как та компания, которую они купили. Итак, где-то в 2015-2016 до индустрии дошли языковые модели. И тут у нас был спикер, который говорит, что language programming – это как NLP. И вот эта базовая мысль начала доходить сначала до ресерчеров, которые начали массово адаптировать технологии из NLP к языкам программирования. А потом и, в общем-то, до продуктовых менеджеров, что породило огромное количество продуктов в этой области. Это Microsoft IntelliCode работает так. Как у них там условно LSTM-ка с поинтернетворксами. TAP9 – ну там всякие легковесные трансформеры. А X-Coder? Ну, X-Coder непонятно что, если честно. Есть подозрения, что у них как бы зоопарк моделей под разные случаи жизни. Но наверняка как бы и LSTM-ки, и поинтернетворксу и все такое. В целом, этот подход не дал существенного прироста в таком ваниловиде по сравнению к предыдущему подходу от Кодоты. Что, видимо, объясняется тем, что в Кодоте люди очень много и долго, несколько лет как бы предрачивали. Я извиняюсь за выражение своей результаты с помощью разного хендритенкода. А здесь как бы были попытки зааплавить практически end-to-end модели. Ключевые проблемы, в общем-то, очевидны. Они, в общем, они сводятся к тому, что короткий контекст. Мы не знаем тот API, который в реальности есть в проекте, поэтому предлагаем все подряд. Мы не знаем его семантику. Ну и, в общем-то, если нам не повезло, и мы какая-нибудь легкая LSTM-очка, то мы даже и синтакс языка не всегда хорошо знаем. Тем не менее, как бы баз по этому поводу пошел. Люди не то чтобы получали от этого, ну как, не то чтобы это приносило реальную пользу и продуктивити, но людям нравится смотреть на всякие разные прикольные штыки. Поэтому инвестиций стало больше. И как бы вот последнее, что произошло, вот такая прям мажорная вещь, которая индустрию не то что перевернула, но прям очень сильно пошатнула, после чего всем стало ясно, как бы, что мир скоро изменится сильно, это GitHub Копилот. Тут, как бы, ребята не мелочились, ресурсы у них были. К тому же у них, как бы, сеттинг, что они работают строго сервер-сайт, поэтому можно еще и поставить большую модель. Поэтому то, что работает на GitHub в Копилоте, это специальным образом дотрейненный и аптрейненный GPT-3 с дополнительными всяческими наворотами, и как бы он реально начал работать неплохо. Давайте теперь поймем, что такое неплохо с точки зрения, как бы, людей. Из ревью, которые мы смотрели, как бы, на самом деле, из пяти где-то четыре ревью положительные, и люди говорят примерно следующее. О, классно. Если я пишу велкноун алгоритм, то оно зачастую напишет все за меня. Если я пишу что-нибудь специфическое, то оно напишет мне что-то, поглядев на что, я смогу это переписать в то, что мне нужно. К чему это приводит на практике? Ну, это действительно приносит пользу. Типичный позитивный ревью проект – это работа программиста начинает сдвигаться из работы по написанию кода в работу по ревьюингу кода. Типа тебе машинка что-то предложила, ты поревьювил, поправил, и все хорошо. Не сказать, что это прямо сейчас идет массово в массу. Это все еще инструмент для тех, кому нравится что-то новое. Но, тем не менее, видно, что что-то наполовину готовое к революции, что-то восхитительное вышло в реальный мир. Это был краткий обзор того, что делали. А теперь давайте немножко посмотрим, а как мы вообще можем оценить качество. Тут куча целая всяких разных поколений прозвучала о том, что было и что есть сейчас. А можем ли мы как-то вообще понять, а насколько хорошо это работает. И на практике, в научных статьях по теме, очень часто приводят разные метрики, как minreprocedural rank, topkaccuracy, topkaccuracy с префиксом, bleu. И эти метрики очень хорошо работают, когда у нас есть готовый код, и мы пытаемся предсказать какие-то замаскированные части. Когда мы начали у себя в компании с этим работать, первое время мы тоже так думали, о, классные метрики. Практика показала, что вы можете получать по такой метрике, не знаю, 94 топ-1 accuracy на каком-нибудь своем датасете, а в реальности, когда вы перетащите это в продукт, ну, качество может легко, там, ну, не знаю, до топ-52% топ-1 accuracy просесть. Почему это происходит? Потому что, ну, на самом-то деле, как бы, пользователи почти никогда не занимаются тем, что я вырежу из кода маленький кусочек, и пытаюсь написать его заново. Это совсем не основной сценарий. Реальный сценарий – это код в эволюции, который к тому же аффектуется тем, что вам предлагает IDES. Поэтому вот такие наивные метрики из мира NLP, когда мы пытаемся померить продуктовое качество, работают плохо. К чему люди пришли со временем? То есть первая итерация была в том, что давайте мы будем мерить на проектах разные стадии эволюции, и это на самом деле помогает, просто недостаточно. Вторая итерация, и вот, как бы, она была про то, что давайте в МИМ не будем, как бы, то есть мы не можем это прям хорошо оценивать, но у нас есть, как бы, финальный измеритель, практика. Мы возьмем и померяем среднее количество кейс-троуков, которые люди сделают, пользуясь тот или иной инструмент. И это вот более-менее реалистичная вещь. И третья итерация, которая, вот, ну, собственно говоря, мы до нее не дошли, мы у себя внутри пользуемся второй. А третья итерация – это, а давайте будем мерить реальное время, которое программисты тратят на кодинг. И вот для этого доклада я специально нашел недавнюю статью от Гугла, которой там ребята, как бы, тоже занимаются темой. И там они пытаются понять, а насколько хорошо вот самые современные модели в этой области помогают программистам, как они влияют на продуктовую работу. Соответственно, они взяли и начали мерить, а сколько у программистов внутри Гугла, там, на модели, которая а-ля там, а-ля ГПТ-тришечка, но специально зафайн-тюненная на гугловом монорепе. Ну, то есть она, как бы, знает их код, училась на нем. И вот это вот лучшее, что можно сделать, насколько это в реальности помогает программистам. Удивительно, ну, как удивительно, оказалось, что, ну, вот такой умный комплишен спасает 6% программистского времени. То есть, в общем-то, по большому счету, это означает, что в реальности, как бы, в ближайшие, там, несколько лет роботы нас точно не заменят. Какие тут еще есть забавные вещи? Вот если мы смотрим на односимольные комплишены, то оказывается, что, ну, на самом деле, ну, пользователей вот у такой модели их достаточно часто применяют, вот, собственно говоря, 25%, если его показывают и пользователь посмотрел на него больше полсекунды, это уже такой серьезный ограничитель, то он его применит с вероятностью 25%. А если suggestion на самом деле имеет больше, чем одна строчка, то, как бы, вероятно, то такой код почти никогда не идет в продакшен. То есть, только 0,6% кода. В реальности было порождено из таких suggestion. То есть, казалось бы, GitHub, KPLOT, революция вот близка, а на практике, ну, 0,6% кода мы можем с помощью него написать в реальности. Вот. Это вот примерно какой стоит сейчас у индустрии. То есть, предстоит долгая дорожка, и вот дальше пойдет то, как мы в нашей команде видим эту проблему, и каково наше видение того, куда должно это эволюционировать дальше. Ну, на самом деле, если мы подумаем о предсказании кода, то, и вот мы заставляем предсказывать код языковую модель, то у нее стоит очень сложная задачка. Ей нужно понимать грамматику языка, ей нужно понимать семантику языка, ей нужно понимать, что у пользователя в Build-in Library, и желательно дословно знать, что у итератора есть метод, не знаю, remove, а метода delete нет, хотя они, в принципе, близкие по word-векторам. И нужно знать как бы third-party libraries, которые есть проекты, нужно знать, какие есть, какова модель кода, и если что-то, и вот все это удачно с миксов, на основе этого сделать выводы. И если, не знаю, language grammar и language semantic и third-party libraries с built-in в принципе, как бы, ну, можно выучить, хотя это уже очень такая огромная вещь, которую сложно засунуть в сеть, то код, который находится у пользователя в проекте, к нему, ну, как бы, в академических статьях люди говорят, ну, ладно, давайте мы зафайн-тюним language модельку перед тем, как использовать на пользовательском проекте. На практике это очень сложно контролировать и, как бы, скажем так, в продакшене так делать не решается. Потому что насколько хорошо она зафайн-тюниться и не станет ли она от этого хуже, ну, может очень сильно зависеть от всякого. Поэтому с адаптацией к проекту как бы плохо. Вот. Мы у себя в команде посмотрели на это и решили, что как-то это, в общем, ну, не очень прикольно. давайте будем делать по-другому. Давайте скажем, что, ну, вот, смотрите, вот, как бы, семантика языка вещь вполне формальная, грамматика языка вещь вполне формальная, там, сигнатура и описание того, что доступно в проекте, это тоже формальные вещи. Давайте не будем вещи, которые мы можем вычислить формально, без всякого хитрого ML, как бы, оставлять в ML. Может быть, от этого нашей там лэнгвич-модельки, классификатору станет проще. Попытаемся замоделировать человека. И у себя мы разделили задачу на две части. Первая задача, как бы, вот у нас есть статический анализ, это условный библиотек, который предлагает пользователю решения. И условный пользователь, который, ну, заменяет человека, его задача смотреть на библиотеку, смотреть на варианты и отсеивать лучшие варианты, которые кажутся максимально вменяемы для того, чтобы уже потом реальный пользователь мог выбрать. Казалось бы, это, в принципе, итерация самого первого подхода, который там в 2012-м получился. Но, как бы, но это только, ну, с некоторой точки зрения это только казалось. В чем наше отличие концептуальное? В том, что, да, у нас есть движок статического анализа, но он написан не для того, чтобы генерировать пропасалы для человека. Он написан для того, чтобы очень быстро генерировать очень много относительно длинных, многотокенных пропасалов для нашего машинного алгоритма, который уже выберет из них лучше. То есть мы пишем контент-ассист для машинного алгоритма, который отфильтрует его и покажет контент-ассист для человека. Таким образом, за счет этого, мы перетаскиваем вот эту сложную большую-большую часть, вытаскиваем ее из лэнгвич-модельки и перекладываем на те вещи, которые мы вполне можем алгоритмизировать. Соответственно, общая схема у нас такова, что у нас есть статический анализатор, он генерирует большой-большой набор сложных, длинных, ну, как сложных, так и простых каплишин пропасалов. После этого есть простой вероятность плюс набор евристик, ранкинг, который из этих тысяч оставляет условно несколько десятков. После этого мы векторизуем и дальше отправляем на сеточку, которая, ну, в зависимости от контекста разная. Сейчас у нас работают либо перцептрончики, либо LSTM-ки, но, как бы, ничего не мешает быть какому-нибудь бирту, маленькому трансформеру, неважно. Важно только то, что задача сетки это выбрать, какой вариант из пропасалов нравится больше, собственно говоря, а не генерационный. Ну и... Вот. Это, в общем-то, то, что мы делаем. Вот несколько примеров того, что у нас получается. Условные варианты пропасалов в разных ситуациях. Для Java это взлетает прям хорошо. Для динамических языков это взлетает несколько хуже. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы хорошо для динамических языков пропасалов сначала нужно решить type inference. А чтобы решить type inference, нужна как бы еще одна machine learning модель, которая с каждой кейзи стипы. Но, тем не менее, в разных случаях мы способны генерировать, ну, скажем так, пропасалы, которые зачастую выглядят не хуже, чем пропасалы о language model и применимы гораздо чаще. Почему? Потому что они порождены специально для вашего проекта, они знают ваш API, они знают, что вы используете рядом, и нету ограничения language model на длину контекста по сути никакой. Вот. Собственно, какие у нас результаты? Ну, мы последние пару лет находимся в разных местах, где-то в экспериментальном продакшене, где-то уже в реальном продакшене. У нас несколько тысяч пользователей внутри Huawei, некоторое количество пользователей за его пределами, тут у меня как бы данных нет. Мы всячески в разных вещах пытались собирать статистику на разных датасетах. Результаты статистики очень спорные. Грубо говоря, если мы собираем статистику на предсказание, то до 92% accuracy на предсказание имени типа на GitHub Java датасете. Имеет ли это практическое значение? Очень какое-то. как раз потому, что как только ты трансферишь из задачки, что я предсказываю несколько пропущенных токенов в задачку, а мне нужно предсказывать для пользователя, который реальности набирает файл, возможно с нуля, возможно с какими-то правками, задача, но на самом деле домен shift огромный. И это один из самых сложных моментов вообще во всей этой индустрии. Что еще? То, что мы делаем, мы стараемся успевать в 50 миллисекунд на лэптопе без GPU-шки, без всякой сети, и как бы получается. Ну, это примерно state of us. Давайте посравниваем под конец. Какие вот есть в принципе подходы. то есть, собственно говоря, самый первый подход это рэнкинг родных пропасалов из AEDE-шки. Это в реальности на самом деле подход, который максимально распространен в продакшн. Просто, ну вот как бы JetBrains, они как бы честные, у них этот подход работает в продакшн, но они не говорят, что они там супер-мега-прорыв сделали. Ну, подумаешь, градиентным густингом немножко скорим пропасалы. Ну, ничего. Второй вариант, второй подход это вот второе поколение это яркий, яркий, наверное, единственный представитель кодота. Намайнили с ней петов текстовых по сети, потом адаптируем. Они были первыми, кто сделали мультитокен саджащены. Им этому подходу на смену пришли language model based approaches. Как бы они всем хороши, но они не знают модель кода проекта и не гарантируют вам семантически корректный код. И даже если вы после этого, вот как Google в том своем исследовании, запускаете валидатор, который отсекает некорректные пропасалы, все равно есть некие концептуальные лимитейшены, которые пока что не очень понятно, как обойти. Связанные вот с тем, что нужно как-то понимать о том, что есть у пользователя в проекте. Но на самом деле это даже не обязательно, что как-то понимать. В реальности-то это же плюшка. У нас есть структурные семантические ограничения, которые у нас есть шанс использовать для того, чтобы строить более эффективные модели. Просто мы пока не очень хорошо научились как. И вот есть наш подход, который по сути пытается эти семантические структурные ограничения использовать, но у него есть свои проблемы. Генераторы пропасалов писать очень сложно, они должны быть быстрые, сделаешь в нем хотя бы небольшой баг, качество упадет сильно, много хэнкрафтит работы, и как бы для каждого языка все свое. Из того, что может идти в продакшен, мы в свой подход верим, хотя как бы будущее, наверное, за каким-то композитным подходом, вот дальнее будущее, когда мы научимся с одной стороны более эффективно применять ленгвич-модели, с другой стороны, о чем мы фантазируем у себя, это что было бы неплохо вот этот генератор пропасалов научить, чтобы он ходил по графу модели кода проекта и из него быстренько-быстренько накидывал те пропасалы, которые потенциально могут быть релевантны. Вот. По сути, все. Спасибо. Я вам рад ответить. А может, вопрос, вот такая красивая табличка от гугла была, не пробовали что-то прямо вот один в один такое сделать, тоже посмотреть там, как часто, а какая средняя длина, допустим, дополнения, да, сколько времени экономит? Сложно ли собрать такую статистику? Мы собирали такую статистику, у нас была собрана статистика, условно говоря, на трех миллионах применений нашего инструмента, длину мы там не собирали, оказалось, что наши пропасалы пользователь выбирает в сорока процентах случаях, ну там, оверидейных, и в двадцати, или там чуть меньше процентов, где-то в такой, грубо говоря, у меня есть точные цифры, но это не так важно, потому что даже три миллиона применений в узких контекстах тех проектов, где-то использовались, это не так много, чтобы этому доверять. Но, тем не менее, как бы, условных там семнадцати-двадцати процентах пользователь выбирал наши саджешены, которые нам много токенов. В теории мы ведем себя сравнимо по качеству. А как бейслайн возможно ли рассматривать тогда вот какой-нибудь интеллисенс или вот такие комментарии системы, которые, ну, какие-то совсем простые комбинации подсказывают, или это несравнимые вещи? Вы имеете в виду микрософтовские интеллисенсы? Ну да, или пичармовские вы просто автодопонимаете, да? Ну, смотрите, это системы концептуально разного типа. Пичармовские, это вот первый, микрософтовские интеллисенсы, это третье поколение. То есть это совершенно разные системы. Интеллиджи, да, прошу прощения, я много не той технологии имел в виду. То есть первого поколения. Ну, как бейслайн можно их рассматривать. И, в общем-то, когда мы делаем отчеты для бизнеса, мы говорим, вот у нас есть независимые тестировщики в Питере, они поработали с Интеллиджи, или они поработали с Пичармом, они делали вот этот сценарий, вот у них получилось столько-то символов, им пришлось набить, вот они поработали с нашим инструментом. Смотрите, символов стало на 20% меньше. Ну, хорошо, спасибо. Так, еще вопросы? Есть? Сейчас, подожди, микро. Простой, маленький вопрос, вот где структура с с генераторами и фильтрами. Можно слайд? Ну, по сути, да, а вот второй этап, с первым, они как-то обратной связью завязаны, чтобы не создавались миллионы вариантов, но если мы, допустим, захотим сгенерировать 3-4 строчки кода, у нас будет коммерческий взрыв. Да, на самом деле они завязаны. То есть, как бы, это очень упрощенная схема и на самом деле это происходит одновременно, конечно. Ну, как частично, то есть, там есть часть, которая сразу отсеивает, есть часть, которая все-таки проходит и отсеивается на явном виде таком модели. И, как бы, да, комбинаторный взрыв это проблема, и поэтому вот генераторы должны быть очень быстрые, у нас там специальная модель кода и приходится очень много, ну, как бы, к вам так. В этой, в этом домене вот последнее время там 80% нашей работы, чем мы работаем, это построение максимально быстрой модели для кода, которая позволяет вот этим генераторам, ну, не только им, любым анализам для кода работать быстрее, чтобы уже поверх запускать ML. Так, еще вопросы есть? Если нет, то я задам. спасибо большое, Паша, за доклад, я теперь буду вести эту секцию и пользуюсь случаем, может быть, я прослушал в начале, а как-то вот то, что Валя рассказывал в самом начале, тоже кажется релевантным в этом контексте, как-то что-то у вас есть, какая-то связь между или нет? Но мы общаемся, но как бы задачки немножко разные, чуть-чуть в том плане, что мы верим как бы вот в этот подход, подход Валентина основан, ну, как бы мы начинаем с NLP, потом помаленьку добавляем из IST. Для наших конкретных юзкейзов, которые у нас есть сейчас, подход Валентина, ну, как бы, нам кажется, что не очень применим. Нам не очень хочется отыскать большие лангвич-модельки. Окей, еще один вопрос, а когда вы думаете закончить? О, это же бесконечный процесс. Ну, у нас есть надежда, что мы сделаем следующую итерацию где-нибудь к концу следующего года. Сейчас, прямо вот сейчас у нас ровно еще там полчеловека занимается MLM для для содержащиков. Потому что как бы задачка, которая у нас основная, это делать ADE-шку, а MLM это, ну, условно, так.